Новый председатель Горсовета депутатов избран на первой сессии Городского Совета депутатов 28-го созыва. Депутатский корпус возглавил Григорий Кособуцкий, ранее занимавший должность генерального директора жилищно-коммунального хозяйства. Учащиеся средней школы номер 9 Барановичей получили первые паспорта. Главный документ страны вручили 15 юным гражданам Беларуси. Сочетание красоты, ума и таланта. В Барановичском государственном университете выбрали Королеву весну 2018. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Новый председатель Горсовета депутатов избран на первой сессии Городского Совета депутатов 28-го созыва. Депутатский корпус возглавил Григорий Кособуцкий, занимавший должность генерального директора ЖКХ. Сразу пятеро народных избранников предложили кандидатуру Григория Григорьевича. В ходе заседания были образованы шесть постоянных комиссий и избраны члены Президиума Городского Совета. Итоги прошедшей избирательной кампании следующие. В голосовании приняли участие более 76% избирателей. Избраны 37 депутатов Городского Совета. По итогам голосования председателем Горсовета депутатов 28-го созыва избран Григорий Кособуцкий, занимавший должность гендиректора ГЖКХ. Он был дважды удостоен звания «Человек года в Барановичах», имеет звание почетного работника ЖКХ. «У меня есть свежая идея, активная позиция и опыт. Мы будем работать так, чтобы избиратели всегда могли рассчитывать на поддержку избранников. Приложим максимум усилий для того, чтобы Городской Совет депутатов работал более эффективно на благо жителей нашего города. Считаю, что в наших силах сделать многое. Главное, чтобы мы вместе стремились к общему знаменателю», – заявил он. «Мы должны прислушиваться ко всем пожеланиям, которые высказывали и будут высказывать наши избиратели. Это повседневная и кропотливая работа. Конечно же, необходимо больше внимания уделять благоустройству дорог, дворовых территорий, организации социальной инфраструктуры, в том числе детским садам и школам, капитальному ремонту жилищного фонда, а также созданию новых рабочих мест и увеличению самозанятых». Заместителем председателя Городского Совета депутатов 28-го созыва стал Вадим Щербаков, директор 4-й гимназии. В ходе заседания были сформированы шесть постоянных комиссий, избраны члены Президиума Горсовета. Лица разных профессий избраны в Городской Совет депутатов. Образование, культуру, науку, здравоохранение будут представлять 13 депутатов. Столько же промышленность, транспорт и строительство. По два депутата от ЖКХ и госорганов. Семь депутатов от иных городских сфер. Среди депутатов 11 женщин, 21 человек работал в составе Городского Совета депутатов 27-го созыва. Пять депутатов являются одновременно депутатами Брестского областного совета депутатов. В работе сессии принял участие председатель Горисполкома Юрий Громаковский. Я, конечно, хочу сказать Григорию Григорьевичу спасибо за ту работу, которую он проводил, и работу в ЖКХ. Но вместе с тем, поздравляя его сегодня, я хочу сказать, что далеко от ЖКХ тоже не ведет. Потому что, наверное, та задача, которая ставится руководством страны, нашим президентом, это советам тоже обеспечения такой удобной и комфортной среды обитания наших горожан. Это как раз работа совета, работа с людьми, с избирательными, на избирательных и в избирательных отругах. Слова благодарности за многолетний труд прозвучали в этот день в адрес Александра Селефонтова, который последние 8 лет возглавлял городской совет депутатов. Уважаемые телезрители, 24 марта с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Васильевичем Лисом. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 80-162-21-31-21. Учащиеся средней школы номер 9 Барановича получили свои первые паспорта. Главный документ страны вручили 15 юным гражданам нашей Родины. Церемония состоялась в рамках все белорусской патриотической акции БРСМ «Мы граждане Беларуси», посвященной Дню Конституции Республики Беларусь. В рамках все белорусской патриотической акции БРСМ «Мы граждане Беларуси» в 9-й школе 15 юным белорусам, которым уже исполнилось 14 лет, был вручен главный документ страны – паспорт и печатное издание «Я гражданин Республики Беларусь». В торжественной церемонии приняла участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Якубович. Мне очень приятно вручить юным гражданам нашей страны книгу «Я гражданин Республики Беларусь». И очень символично, что я вручаю эти книги в 9-й школе города Барановичи, потому что данная школа, помимо того, что она специализируется на различных спортивных классах, но еще у них уже более 15 лет существуют классы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Получение паспорта – событие знаковое для каждого гражданина. Это очень важный момент в жизни любого человека. Со словами напутствия к собравшимся обратилась директор средней школы номер 9 Юлия Тарасова. «Быть гражданином своей страны – это высокая честь и обязанность не только за себя, но и за свою страну», – заявила Юлия Николаевна. «Учащимся нашей школы выпала большая честь принять первый документ своей жизни из рук депутата Национального собрания Палаты представителей Якубовича Татьяны Романовны. Очень символичен этот праздник в год Малой Родины, ведь школа, улица, город – это Малая Родина наших ребят. И хотелось бы пожелать всем в этот праздник. Нам действительно есть что любить, чем гордиться и что беречь. Всех с праздником». Этот важный документ делает ребят полноправными гражданами нашей страны. Паспорт Республики Беларусь – это пропуск во взрослую самостоятельную жизнь. Это счастливый билет в светлое будущее для молодых людей. Платежи индивидуальных предпринимателей в Брестской области увеличились в январе-феврале почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За два первых месяца текущего года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет региона 12,4 млн. рублей налогов. Организации малого бизнеса внесли в бюджет области 46 млн. рублей. Малый бизнес в Брестской области представляет 42,5 тысячи субъектов хозяйствования. Сочетание красоты, ума и таланта. В Барановичском государственном университете выбрали «Королеву весну-2018». Инициатором проведения конкурса является Белорусский республиканский союз молодежи. Главная отличительная особенность студенческого проекта – творческая составляющая. Подробнее в следующем сюжете. Одним из самых красивых и весенних проектов Белорусского союза молодежи является международный межвузовский конкурс грации артистического мастерства «Королева весна». Проект некоммерческий, направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, пропаганду студенческого творчества и его популяризацию. Главная отличительная особенность студенческого проекта – творческая составляющая. Артистическое мастерство и сценическая культура участниц, их умение общаться с аудиторией, грация и коммуникабельность, знание этикета и, конечно же, чувство юмора. Конкурс «Королева весна» включал в себя четыре конкурса. Один из них – это «Визитка», как во всех конкурсах, это классика. Второй – интеллектуальный конкурс. Третий этап – это у нас творческие номера. И четвертый – это дефиле. В этом году у нас было семь участниц, хотя это традиционно. Пять-семь участниц всегда имеется на нашем конкурсе. Это основной конкурс Белорусского республиканского союза молодежи, который проходит ежегодно. И я, как секретарь данного вуза, провожу его уже второй раз. В том году мы завоевали второе место на области. В этом году наши планки гораздо выше. Критерии отбора участниц во всех этапах проекта, а их четыре – вузовский региональный и межрегиональный финал, сохраняются во всех турах – сценическая культура, умение обращаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, артистическое мастерство. В Барановичском университете за звание «Королева весна-2018» боролись семь участниц. По решению жюри титул «Королева весна» получила Анна Ермакова, студентка второго курса инженерного факультета. Она примет участие в региональном туре. Сегодня я смогла победить в таком замечательном конкурсе, как «Королева весна-2018». Ну, что можно сказать? Конечно, это было очень волнительно, это приятная победа. Я шла к ней, не скажу, что долго, но очень упорно. И эта победа – это результат моих трудов и достижений. Большое спасибо всем организаторам данного конкурса, нашим спонсорам, а также просто девочкам, которые за кулисами бы этого не видели, но они все поддерживали, улыбались. Ну и вообще-то царила приятная атмосфера за кулисьем. Ни одна из участниц конкурса не была забыта при награждении. Мисс творчества стала Виктория Трубчик, мисс обаяния – Татьяна Печер, мисс грация – Антонина Бохан, мисс оригинальность – Марта Полишук, мисс улыбка – Екатерина Гутер, вице-королева весна – Виктория Колганова. В Брестской и Гомельской областях с 20 марта устанавливается запрет на лов всех видов рыбы. Продлится он до 18 мая. Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено. Рыбачить можно только с одной удочкой, с одним крючком или одним спиннингом. В светлое время суток – с берега, либо с искусственных сооружений. За применение любых других орудий или способов лова в период запрета на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. Эта информация мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok